Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Левин и я вам расскажу немножко про историю проекта Глипси. Но не столько про историю давнюю, сколько про историю недавнюю, скорее за последние три с половиной года. Но чуть-чуть я вам напомню, а для тех, кто этих мифов не слышал, и может быть что-нибудь узнаете новое и про историю тоже. Я вообще с этим проектом так или иначе связан с 2000 года. Я с 2000 года монтанил пакет Глипси, а тогда еще не было никакого Сизифуса, но не важно. Первый патч я в Глипси отправлял в 2001 году, а когда случилось то, что случилось в 2012 году, то я подписал копирать assignment и с тех пор я более-менее полноценный разработчик Глипси. Вообще история древняя. Когда проект образовался, там еще ничего не было. Глипси не было вообще стандартной библиотеки. Я не знаю, как они жили, но это была такая интересная форма жизни без своей стандартной библиотеки. Только в конце 1987 года было анонсировано начало работы над ней. Первый анонс того, что что-то есть, был в следующем году. И что-то более-менее такое, чем можно пользоваться, было только в 1992 году. Ну, всю эту работу начал и практически с небольшим количеством патчем со стороны. Почти всю работу делал Роланд Маград. Он фактически не только автор, но и ключевой монтейнер, и ключевой разработчик первые лет восемь, наверное. Вплоть до 1994 года включительно. Вы мало найдете патчи от кого-то, от кого-то не было еще. Но вот в 1995 году, когда появился другой активный разработчик, Роланд Маград очень быстро, в течение года, как-то очень резко уменьшил свою активность. И вообще надо сказать, что он работал в проекте ГНУ профессионально. И когда эта работа закончилась, он перешел на другую работу, его активность резко упала, и он почти совсем эпизодически в течение многих лет только появлялся. Удивительным образом автор, который проделал кучу работы, на долгое время просто исчез. А появился вот этот персонаж. Смотрите, как вот это вот Mozilla замечательно сочетается с выражением лица. Вот это надо уметь. Первый коммит у него был, точнее не коммит, а патч был весной 1995 года. А в 1996 году, когда Роун закончил, он уже сделал первый релиз тестовый. И в следующем году он уже был анонсирован. Тогда два раза в год ФСФ выпускало бюллетени. В следующем году он был уже анонсирован как мунтейнер. И с тех пор он был бессменным мунтейнером много лет. Очень быстро он стал единственным. Вытеснил там, ну там особенно вытеснять было некого. Там еще были разные люди вокруг него. Там тот же Андреас Шваб появился в том же году, в котором он. Но по количеству работы, которую он стал делать, он просто всех вытеснил. Стал человеком, единственным принимающим решения. И технически, и на самом деле все. Единственное, что в 2001 году был создан так называемый руководящий комитет. Он в основном руководил, в смысле водил руками, потому что все технические решения продолжал принимать Ульрих. И это все продолжалось много лет. Он очень активно работал, очень много функционала понаделал. Но по отношению к людям это был такой совершенно уникальный, ну вот совершенно уникальный в мире гной-линукс персонаж. По моему мнению, он сумел перекрыть, он совершенно эксклюзивный по своей недружественности. И Глебси превратился в такое место, куда, в общем, было просто самому себе неприятно туда что-либо к интервьюсить. Благодаря вот этому деятелю в нашем пакете так много патчей с тех пор. Ну и не только в нашем, и во всех. За исключением... Долгое время в Ротхете было мало патчей, по понятным причинам. Они просто собирались на пшотики. Но потом случилось то, что случилось. Да, он ушел в 2010 году. Ну как, он ушел... Люди не вечно работают, он ушел. Там есть какая-то подковерная история, которую я не знаю, и рассказывать ее мне неинтересно, потому что я ее не знаю. А догадки пускай рассказывают те люди, которые умеют рассказывать догадки. В любом случае, в 2010 году он ушел из Ротхед. Его активность стала уменьшаться. А активность других людей, которые там еще были и могли с ним при этом как-то работать, стала увеличиваться. Но он еще был достаточно активен. В 2011 году его активность совсем резко пошла вниз. Он в 2011 году поставил тег на какую-то версию в 2015. Но анонс даже не написал. Это была такая история, как вот он поставил тег, а анонс написали уже другие люди, когда поняли, что он уже не напишет никаких анонсов. Потому что в 2012 году он растворился. То есть он без... Ну не знаю, может он каким-то людям что-то сказал, но для комьюнити просто человек перестал что-либо, как черная дыра. Письма туда можно отправить в эту черную дыру, а ответов никаких не будет. Он замечательно жив, все хорошо как человек, он работает, трудится. У него есть аккаунт в LinkedIn, можно посмотреть, где он трудится. Есть основания полагать, что это действительно его аккаунт из других источников. Ну да, нет, но я не ставлю своей целью рекламировать то место, где он работает, потому что мне на этой конференции нет никакого смысла рекламировать это подразделение. Но вы можете пойти и посмотреть. Никаких с этим сложностей нет. Ну вот, значит, что можно сказать? Что вот все-таки с 2010 года было какое-то время у комьюнити подготовиться к этому замечательному для проекта. Ну вот в замечательном не смысле оценки, а в смысле очень значимому для проекта событию. В 2009 году, что самое интересное, что все важные решения он принимал, и решение перейти на гид тоже принимал он, хотя сам переход осуществлял не он. Но к чему это привело? Это привело к тому, что появились комьюнити-ветки, которые сопровождали другие люди. В результате, когда он растворился в 2012 году, комьюнити уже было готово, было уже несколько человек, которые умели выпускать и сопровождать релизы. Это важно. В 2012 году он ушел, и вернулся Роланд, и пригрел проект обратно. И с тех пор он развивается так, как обычные проекты развиваются. То есть там есть люди, которые ответственны за выпуск релизов. Важные решения принимаются консенсусом. Много разработчиков. На этой фотографии нарисовано нечто, что не соответствует тому, о чем я говорю. Есть как минимум один человек здесь присутствующий, который знает это. Мне интересно догадается ли кто-нибудь еще. Но вот есть 10 человек, которые официально являются гном-антейнерами этого проекта Glypsi сейчас. И 50 человек, которые имеют возможность пушить. Ну при достижении консенсуса и все такое. В отличие от… То есть здесь используется не такая модель, как, допустим, с Linux kernel. Потому что здесь есть такие центральные репозитории, которые могут пушить больше одного человека. Но пушить надо так, чтобы не было возражений. Понятно, что есть какие-то… Есть, допустим, мантейнер архитектуры, которому по своей архитектуре… И особенно если архитектура нишевая, не с кем посоветоваться. Ну вот он директор школы, и он ответственный. И если кому-то нужно что-то поправить там, то это с ним нужно будет уже советоваться. А так… Ну вот там есть картинка будет. Она лучше показывает все, чем цифры. Ну ладно. Никто не хочет поугадывать, в чем некоторые несоответствия рассказы про сообщество разработчиков Glypsi с этой картинкой. Дело в том, что разработчиков Glypsi на этой картинке не больше четверти. Вот. Но они тут есть, и они, в общем… Сложно сказать, то есть с усами, но здесь много разного народу. Слушайте, здесь мало девушек, но их точно… В общем, Роланд Макградт слева во втором ряду. Вот в середине проходит Glypsi… Нет, здесь половина ключевых разработчиков Glypsi здесь присутствует. Но здесь также, поскольку это Колдорн, то тут много людей про ГЦЦ, про ГДБ и прочих людей. Вот. Но большего количества глипсичных разработчиков на одной картинке свободно распространяемой я не нашел. Сюда? Нет, не надо. Нет, они не присутствуют здесь. Вот эти люди присутствуют в другом месте. Вот. На самом деле, конечно, консенсус – это хорошо. Это позволяет привлечь людей, которые… В общем, позволяет, на самом деле, двигаться, когда есть много людей, которым есть что сделать. Но это не всегда работает гладко. Вот у меня есть несколько примеров и несколько картинок, которые показывают… Демонстрируют случаи, когда не все гладко. В остальных случаях все гладко. То есть большая часть коммитов попала благодаря тому, что это просто были хорошие коммиты. Но есть несколько тем, которые буксуют из года в год. Вот, например, история с добавлением враперов к новым системам вызовов. Эта тема буксует, потому что, так как по-старому добавлялись просто не глядя на каждый системный вызов по враперу, так решили, что это неправильно. И сначала долго не могли согласиться, а как же правильно. А потом решили, что правильно добавлять врапера к таким вызовам, которые не чисто линуксовые, и для которых вообще имеет смысл. Потому что глипсия – это не чисто линуксовая библиотека, а это вообще-то the gnussy library. И поэтому туда нужно добавлять такие враперы, которые имеют смысл для разных операционных систем, и для них должны быть какие-то фоллбеки реализованы. В общем, эта тема, сколько я помню, с 2012 года, она вот в таком странном состоянии. А системных вызовов в линуксе все больше и больше, а враперов все нет и нет. И вот есть еще, например, тема такая вот флеймообразующая. А почему же вы никак не добавите вот эти strl-cpi и strl-cat? Потому что есть люди, которые аргументированно возражают. И у них такие аргументы, что сложно спорить. А с другой стороны, так удобно, когда эти функции есть, потому что в куче проектов они используются. А с другой стороны, так легко обойтись без того, чтобы добавлять их в глипси. И в общем, эта дискуссия продолжается много лет. Или, например, вот еще одна тема с добавлением tnopls.ip. Это гораздо менее известная история. Хочется некоторым людям реализовать интерфейс, как расширять управление разной функциональности через переменные среды. Ну, потому что там вот все эти LD подчеркиваешь что-нибудь. Это, конечно, здорово. Но вот половина всех уязвимостей, которые репортятся, это вот про то, что какую-то переменную среды не удалили из нужного контекста. Ну, вот никак тоже не найдут общий язык. Точнее, нет, общий язык вроде английский, все друг друга понимают, но согласованного API нет. Из каждой колдорн поднимается эта тема. Все как-то очень мирно, тихо, все согласны. Нет. Патч-ревью иногда, не только в Linux kernel, патч-ревью превращается в что-то совершенно непостижимо долгое. Бывают патчи на малоинтересные темы, на которые сложно найти ревьюера. Или патч-нетривиальные темы, где ревьюер в принципе 1-2, и они заняты, им некогда посмотреть. Вот тут у меня есть картинка. Патч-вью, он был внедрен для того, чтобы было проще менеджить. Есть в GDB, эта история вроде бы работает. А вот здесь видите, сколько патчей в состоянии new. Это четвертая страница из пяти. Я ее выбрал, потому что там просто много было new. Год там 2015, месяц там вот видите, январь-февраль. Это просто система не очень прижилась, потому что некоторые монтейнеры не обращают на нее внимание. В общем, она призвана была помочь, но не знаю. Есть некоторые люди, которые ей пользуются и им помогают. А вообще картина говорит о том, что не очень это работает. А жаль. Я искал самый долго пинговавшийся патч за последние три года. И я считаю, что это вот этот патч. Это девятый пинг третьего патча из серии с двух патчей. Вот. Которые пинговали столько времени, что некоторые люди успевают за это время родить ребенка. Вот. Но в конечном итоге вот был патч от ревьюин и приложен. Ну вот, да. С девятого пинка в пинга. Да. В общем, запинговалось. Но на самом деле вот это были исключительные случаи. Я их показал, чтобы просто продемонстрировать, что не все так гладко. А статистика говорит, что вот ситуация существенно изменилась. Вот смотрите, да. С двенадцатого года и количество коммитов резко увеличилось. И количество авторов этих коммитов тоже сильно увеличилось. Автор справа, коммиты слева. Ну вот это такая устойчивая корреляция. Что интересно. Ты обсуждаешь, что увеличилось? Я не вижу... Количество авторов точно увеличилось. Потом уменьшилось. Нет. Вот оно увеличилось. Явно увеличилось. Тут был какой-то всплеск. В целом количество авторов было... А вот между 2013 и 2016... Вот это последний релиз, который был в августе. В ощущении, что в 2011 году это попало в метеорит. С другого то есть собрались люди. Нет. Там просто был... Нет. Дрепер начал исчезать, а другие люди еще готовились. То есть рвок случился вот здесь. Коммиты, которые копились, после дреперов прорвало явно. И авторов тоже прорвало. Причем, что интересно... Сначала прорвало тех авторов, которые были. Видно, да? То есть количество коммиттеров увеличилось, количество авторов еще не увеличилось. А потом, после того, как вышла версия целая. В таком режиме уже и прочукались авторы и поняли, что вот... Кажется, что он может контрибьютить. Удивительная проблема. Важно не автор, а важно коммиттер. А авторы появятся. Нет. А вот здесь немножко другая статистика, которая тоже, в общем, на эту же тему. Слева количество закрытых багов, закрытых со статусом fixed. Вот явно что-то опять же случилось в 2012 году. Вот явно что-то случилось. А справа количество авторов 80% изменений. То есть вот это число, оно еще более наглядно показывает изменения тенденции. Раньше было максимальное число 9 за этот промежуток времени наблюдения. А вообще гораздо меньше. Тут вообще было 3. Это число 3. Вот оно резко увеличилось. И сейчас, в общем, в среднем их больше 12. Несколько раз увеличилось. Другими словами, дрепера не стало. Единоличных авторов не стало. А доля каждого автора стала меньше. Нет. Это, что называется, активные разработчики. Ну вот как еще их померить? Ну вот кто делает 80% работы? Вот они делают. Вот такая история. Этот слайд был переведен на русский язык со слайда, который показывали в феврале этого года на другой конференции. Я могу вкратце рассказать, чего не хватает в глипси. И где вы можете помочь. А если кому-то интересны подробности, я могу рассказать подробности. Если кто-то действительно почувствует, что там вообще много чего можно делать. Там всегда не хватает людей, которые разгребают бакзилу. Нужно смотреть, приоритизировать, патчить. Там есть некоторые задачи, над которыми люди работают, но требуется явная помощь. Есть проекты по микробенчмаркингу. Есть некоторые компоненты, которые хорошо покрыты. Допустим, строковые функции. Там, где много оптимизации и где-то актуально было раньше. А есть темы, которые не очень хорошо покрыты. Общий системный бенчмаркинг пока совсем в зародышевом состоянии. Тестирование установленной системы в черуте, в контейнерах, оно тоже пока в зародышевом состоянии. По крайней мере, летом было. И сейчас не сильно это развелось. Сравнительное тестирование АБИ, то, что раньше нам рассказывали люди про… Как же он назывался? Ну, АБИ-чекер, кажется. АБИ-комплайнс-чекер, да? Сейчас есть более продвинутый инструмент, который называется «Либаби Гейл». И есть идея использовать его… Я говорю нам автору насчет этого, что он продвинутый. Кто автор? Нет, я не говорю, что автор более продвинутый. Есть ощущение, что… Либаби Гейл сейчас более продвинутый. Да, и есть идея его использовать, потому что он может больше выявить… Моглипси вообще хорошо следят, да? Но один раз был прокол, который как раз выявили с помощью АБИ-комплайнс-чекера. И хотелось бы, чтобы его не было. И есть идея более автоматизированным образом следить за тем, чтобы не разъезжалось АБИ, особенно на каких-нибудь не мейнстримовых архитектурах. Потому что мейнстримов проще поймать. Ну, вообще, там есть проект… Есть такой большой туду, он даже мантенится, на него можно посмотреть. Выбросить что-нибудь по вкусу. В общем, вполне живой проект. Не то, что, когда им занимался один человек. Когда занимался один человек, можно было просто читать ньюс и принимать к сведению. А сейчас можно что-нибудь сделать такое, чтобы написать самому ньюс. Так что вот. И там есть некоторая культура обращения. Если у вас есть патчи, вы их пишите по одному адресу. А если у вас есть баг-репорт, его лучше делать по другому адресу. Некоторые люди ошибаются и направляют пожелания в баг-зилу. А в баг-зилу, конечно, хорошо отправить пожелания, но лучше баг-репорты. Идея баг-зил в том, чтобы отслеживать то, что называется user-visible changes. То есть изменения, которые видны пользователю глипси. Поэтому, в общем, есть списки рассылки, куда можно задавать вопросы и там отвечают. И, в общем, пишите, участвуйте. Проект живой. Если есть вопросы, на которые можно ответить здесь. Так, пожалуйста, вопросы. Я, кстати, если уже пошли в воспоминания о дрепере, должен сказать, что мы с Алексеем Смирновым первый отзыв о дрепере, собственно, услышали, когда в 99-м году ездили в Нюрнберг в Сьюзе. И, значит, там общались с отцами-основателями. Там пять отцов-основателей, совершенно замечательно. И тогда мы услышали очень негативные отзывы о дрепере, которые состояли, собственно, вот в чем. Там люди, которые собрались, у них была идея европейского Linux. И нас они, кстати, считали за европейцев почему-то. Вот, они очень обрадовались. Там какой-то слух прошел, что у нас какой-то новый процессор, по-моему, какой-то, в общем, прото или брус какой-то был. И как здорово у нас будет в Европе свой процессор. В общем, они были европейцами. А дрепер, он считался предателем, потому что он, мало того, что он немец, он, значит, он из Германии уехал в Штаты, но он, кроме всего прочего, еще перестал отвечать на письма на немецком языке. И как-то они очень плохо относились. Но я даже, честно говоря, когда Сьюзи был продан новеллю, я, в общем, я ни с кем из них не общался тогда, потому что я представляю себе, какая это была для них страшная трагедия. И европейский лидукс был продан на корню американцам. Это вот мои воспоминания о дрепере. Что, я еще могу добавить пару слов про эту картинку? Откуда она тут взялась? Я спросил у Роланда Маграта этим летом, как он так легко оставляет проекты, которых он автор, в которых он вложил кучу сил. И вот почему в случае с Галипсией получилось такое исключение, что вот в 2012 году он вернулся фактически в проект. Ну вот он сказал, что… Ну да, другие проекты, ну в частности «Стресс», я примел пример, где он тоже много лет там был монтейнером. Он сказал, ну и «Стресс» — это, в общем, не мой проект, не я его начал. И, в общем… А Галипсия — это вот мой ребенок. И когда ребенку плохо, как его можно не принять? Вот он его принял обратно. У меня вопрос. А быстрее ли функция, собственно… Я так понял, все это ничем не закончилось до сих пор? Это продолжается открытовать себя, да. Так вот, меня интересует вот что. Есть эти функции в Солярисе? Есть эти функции в Цеглине? В Интеррисе? Во всех везде? В Миниксе? Насколько я помню, в QNX эти функции? Так где их только нет? В Химиксе есть. В Химиксе есть. В Химиксе есть. Нет, в Химиксе я знаю, что есть. Я почему-то и спрашиваю. Так вот, этот аргумент противную сторону не устраивает никак? Какие все эти ваши Солярисы? У противной стороны есть свои аргументы. Они не говорят, что эти ваши аргументы не являются аргументами. Они не говорят, что это незначимый ваш аргумент. Они говорят, что наши аргументы тоже значимы. Вот они. Никогда вы повторяете аргументы обеих сторон, иначе это будет пройдет в вечность, а у нас еще один доклад просто. А вообще это можно очень... да, это интересно почитать с археологической точки зрения. Да, вот, ну вот, есть люди, которые вполне аргументированно высказывают свою точку зрения. Ну и что теперь поделать? Это вот издержки консенсусной разработки. Вот издержки, да, вот так. Моя точка зрения, что лучше было бы включить, несмотря на те аргументы, которые предлагают не включать. Но консенсус есть консенсус. Включить, положить под дефайны и засунуть в консенсус. Спасибо большое. Дим, Миша, в кулуарах.